В 2013 году Вы объявили о развитии Дальнего Востока национальным приоритетом. Для выполнения Ваших поручений в правительстве создана система управления развитием. Она опирается на корпорации развития, которые созданы в каждой территории. И вместе мы стараемся обеспечить контроль и поддержку каждому инвестиционному проекту. В этом году система стала более компактной по поручению председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Мы объединили три института развития в одну корпорацию развития Дальнего Востока. И фонд развития Дальнего Востока вошёл в состав ВНБ. На этой презентации представлены проекты, которые реализуются с государственной поддержкой. В 2014 году мы писали законы. Работа началась реальная с 2015. В 2015 году у нас первые 21 проект. На сегодняшний день их 2604. Общая сумма фактических инвестиций – 2 триллиона рублей. Но по выполнению всех соглашений мы получим 6,3 триллиона инвестиций в экономику Дальнего Востока. Уже на сегодняшний день создано 81 тысяча рабочих мест. Вот эти точки синие, это по крупнейшим, те, которые свыше 10 миллиардов рублей. У нас много малого и среднего бизнеса, особенно в режиме свободного порта Владивосока. Каждый из вот этих точек – это крупный проект свыше 10 миллиардов. Они раскрываются, и мы можем посмотреть, в каком сегодня состоянии находятся эти проекты. Это буквально сегодняшняя картинка. Точно так же по любому другому. Что хочу отметить. Развитие шло не совсем линейно. В 2020 году мы немножечко снизились. Вы видите, что здесь количество инвестиционных проектов больше, чем на сегодняшний день. 2611. Но к концу года мы динамику обязательно восстановим. К 2030 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 триллионов рублей и создать 360 тысяч рабочих мест. Теперь о ключевых результатах работы. Валовый региональный продукт на 16% рост валового регионального продукта на душу населения превышает в среднероссийский уровень. Динамика инвестиций в основной капитал больше на 39%. Промышленное производство на 9% выше. У нас 120 индекс развития промышленного производства. Иностранные инвестиции, накопленные итогом, составили сегодня 80 миллиардов долларов. Вот график рабочих мест. Я уже сказал, что в этом году их 81 тысяча, а к концу текущего года будет 84. Теперь о структуре инвестиций. В структуре инвестиций представлены практически все отрасли. Наиболее скромно у нас сегодня представлены туризм и лесная промышленность. По туризму будем создавать отдельную систему преференции. Он, скажем так, с точки зрения окупаемости более сложное направление деятельности. Ну и, наконец, ключевые результаты. Я буду их докладывать подробно в докладе на совещании, поэтому сейчас не останавливаюсь. Хочу сказать только об одном. Вот важным является пункт, что по результатам 8 месяцев 2021 года инвестиции в проекты с государственными мерами поддержки обеспечивают почти 50% от общего объёма инвестиций в ДВФО. Мы можем уверенно говорить о том, что именно государственная поддержка, те преференции, которые созданы по вашему, Владимир Владимирович, поручению, обеспечивают тот рост динамики развития экономики на Дальнем Востоке, который сегодня зафиксирован. Теперь о инструментах развития. Основные инструменты, на базе которых мы работаем, это территория, опережающая развитие, свободный порт Владивосток. Территория, опережающая развитие, в основном, собирают крупные и средние проекты, свободный порт Владивосток, средние и мелкие. В этом году будем уносить предложение по изменению барьера входа. Вот здесь стоит 5 миллионов рублей. Считаем, что он очень большой для мелкого бизнеса. Думаем, что можно понизиться, потому что не у каждого человека есть 5 миллионов рублей стартового капитала. Особенно после пандемии надо поддержать мелкий бизнес, чтобы люди зарабатывали. Дальше. Строительство инфраструктуры для инвесторов. Большинство проектов реализуется в условиях отсутствия инфраструктуры в тайге, в поле, в горах. Поэтому подведение инфраструктуры является тем инструментом, который позволяет реализовать проекты до этого года настоящего. Вот здесь ряд проектов, которым уже осуществлена помощь, и новые проекты перечислены внизу. Эту поддержку мы окажем в течение текущего 2021 года. Это Сибур, Удаканская медь, Колмор и первый у нас крупный туристический проект – парк Тривулкана. Льготное финансирование осуществлялось через Фонд развития Дальнего Востока. Объём выделенного аккредитования – 86 миллиардов рублей. При этом инвестиции на эту сумму удалось привлечь 1 триллион 15 миллиардов. Это создано за счёт проекта фонда 11 тысяч рабочих мест. Здесь есть примеры проектов. Все проекты живые, потерь фонда нет. Дальневосточный гектар. Владимир Владимирович, вы знаете, вы поддерживали эту программу. Мы продолжаем её реализацию. 94 тысячи. Собственно говоря, уже на днях будет 95 тысяч человек, обеспеченные Дальневосточным гектаром. Здесь примеры применения. Чаще всего люди используют один гектар для индивидуального жилого строительства, для ведения сельского хозяйства. Но есть всё остальное – бизнес, отдых, рекреация. Дальневосточная ипотека. Владимир Владимирович, спасибо. Вы поддержали это предложение на прошлом Восточном экономическом форуме. На сегодняшний день этой поддержкой воспользовали 24 тысячи человек. Владимир Владимирович, мы хотели попросить вас поддержать распространение механизма Дальневосточной ипотеки на врачей и учителей без ограничения возраста. Потому что сегодня этот инструмент работает до 35 лет для молодых семей. Но для врачей и учителей мы просили бы рассмотреть возможность сделать исключение. Два слова о программе социального развития Дальнего Востока. С помощью этой программы мы решаем самые больные вопросы, которые существуют у субъектов Российской Федерации. И помогаем строить больницы, школы, спортивные площадки. Всего на эту программу выделено 101 миллиард рублей. Будет построено 1500 объектов. 489 объектов уже построено. Программа работает во всех 11 субъектах Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке. И, наконец, последнее, о чём хотел доложить, это программа «Акваосток.ру». Мы также докладывали о запуске этой программы на прошлом экономическом форуме. Программа работает. Она исключила бумажные документы обороты, исключила чиновников из процесса. В результате цена возросла с 400 рублей за гектар до 10 тысяч и выделена в 4 раза больше, чем за последние 30 лет. То есть у нас начала развиваться аквакуультура. Уважаемый Владимир Владимирович, ваше разрешение новое предложение. Мы продолжаем совершенствовать режим, и новое предложение доложит министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чепанов. Можно? Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, все наши инструменты направлены на две цели. Это рост экономики и, благодаря росту экономики, повышение качества жизни людей. Дальневосточная концессия – это новый инструмент, направленный на то, чтобы создать инфраструктуру в несколько раз быстрее. Инфраструктуру для инвестиционных проектов и социальную, для новых сотрудников. Дело в том, что к нам пришли крупнейшие проекты, такие как «Удакан», «Амурский газовый кластер», «Боимское месторождение». Их потребности в инфраструктуре на правом нижнем углу кратно превышают наши существующие ресурсы. И, например, один «Удакан» потребовал… Для «Удакана» необходимо создавать на месте бамовского посёлка Чара, село Новое Чара, для жизни сотрудников. Для «Амурского кластера» перестраивать город свободный. «Боимка» требует порядка 85 миллиардов инвестиций на Чукотке, чтобы создать всю подводящую инфраструктуру. Мы договорились с инвесторами, что мы не будем дарить им эту инфраструктуру. Они создадут её за свой счёт, а государство расплатится с ними на протяжении 10-20 лет, уже получая доходы от работающих предприятий. Я докладывал вам этот механизм в начале года. Правительство Российской Федерации подготовило и в ближайшие дни примет необходимые для этого постановления. И на форуме мы подписываем первые шесть сделок объёмом 123 миллиарда рублей с ведущими инвесторами Российской Федерации, которые будут создавать. В частности, «Росатом» – малые атомные электростанции в Якутии. Банк ВТБ поддерживает создание социальной инфраструктуры в Магаданской области для строительства жилья. «Казминералс» – это девелопер «Боимского месторождения» и другие. Дальневосточный квартал. Цель этого инструмента – понизить цену на жильё. Мы используем существующие инструменты по развитию Дальнего Востока в рамках действующего законодательства о территориях опережающего развития. Отбираем крупные площадки под комплексную застройку во всех ключевых городах Дальнего Востока. Здесь список городов, где мы очертили уже вместе с регионами конкретные площадки. Накрываем их режимом территории опережающего развития. Рассчитываем, сколько денег нужно на подведение необходимой инфраструктуры, чтобы создать вот это количество жилья. И выставляем их на прозрачный открытый аукцион. Застройщики соревнуются по единственному критерию – кто предложит максимальную скидку к среднерыночной цене для жителей. Таким образом, мы придавливаем цену, а жители получают новое жильё в больших объёмах в соответствии с современными стандартами строительства. До конца этого года первые площадки будут уже разыграны, в следующем году начинаются стройки. Но во всех крупных городах Дальнего Востока мы реализуем проекты площадью от 50 до нескольких сот тысяч квадратных метров. Владивосток требует более масштабных решений. Здесь у нас одна из наиболее успешных территорий опережающего развития – Надеждинская. Там реализуется 71 инвестиционный проект. Но в том числе есть участки, вот жёлтым видно прямо на берегу моря, одни из самых красивых мест в Российской Федерации, на которых можно построить новый пригород. Мы называем его сначала как город-спутник. Сейчас мы так его и называем – город-спутник. Это ехать на аэропорт влево, 10 минут от аэропорта. То есть это фактически одно из самых привлекательных новых мест для застройки до аэропорта 10 минут, до центра города 40 и до Артёма 15 минут. До 50 тысяч жителей на первом этапе. Но, Владимир Владимирович, если посмотреть на это как на агломерацию, то это будет первая агломерация с количеством населения свыше миллиона человек на Дальнем Востоке. И, конечно, чтобы решить транспортные проблемы, мы проектируем Владивостокскую кольцевую автодорогу. Вот жёлтая линия – это уже существует, то, что построено к саммиту ОТЭС. А красная и голубая линия – они замыкают в КАД и решат проблему транспортной доступности Владивостока. Согласно вашему указу, с прошлого года на острове Русский действует инновационный научно-технологический центр. И НТЦ на Русском выбрал стратегию опираться на отрасли, которые уже развиты в регионе. В частности, первые резиденты – это крабовая компания, которая будет производить из панциря краба высокотехнологичный материал хитин из печени краба фармсубстанции. Компания по производству кормов для рыб также производит фармпрепараты. И есть первый иностранный резидент – швейцарская компания, которая занимается криотехнологиями и рассчитывает на возрождение в том числе медицинского туризма после пандемии. Но для того, чтобы инновационные компании развивались, им нужен венчурный капитал. Здесь к этой работе Юрий Петрович по его предложению привлёк крупный бизнес. И на этом форуме мы подписываем обязывающее соглашение с группой Интеррос о запуске венчурного фонда «Восход» объёмом 10 миллиардов рублей. Это будет крупнейший венчурный фонд на Дальнем Востоке, но в том числе, помимо денег, он должен привнести дисциплину в развитие инновационных компаний региона. И, уважаемый Владимир Владимирович, я хотел поделиться с вами, что у нас не только на острове Русском есть интересные инновационные наработки. Например, в Хабаровске, в Якутске работают команды программистов мирового уровня. На Сахалине у нас проводится эксперимент по углеродной нейтральности, и мы были бы признательны вам рассмотреть распространение НТЦ, но для начала и на эти три города, поскольку при университетах и в Хабаровске, и в Якутске, и на Сахалине можно сформировать быстро команды, которые будут производить интересные новые инновационные компании. И в завершение хотел доложить вам о новой программе подготовки управленческих кадров, которую мы запускаем вместе с Дальневосточным федеральным университетом. Вчера на вашей встрече с ребятами в океане был экран, где были написаны профессии, кем ребята хотели бы стать. Там госуправленцев было несколько меньше, чем переводчиков, предпринимателей и прокуроров. Но вот нам для того, чтобы динамично развивать 18 регионов, десятки городов и сотни тысячи инвестиционных проектов, нужны управленческие команды мирового уровня. Мы конкурируем за жителей со всей России, а за инвестиции со всем миром. У этой программы две особенности. Мы отбираем ребят, у которых уже есть высшее образование. Первая особенность – они проходят трёхступенчатую практику госуправления на муниципальном, региональном и федеральном уровне, причём максимально погружаясь плотно работой с руководителями, начиная с Юрия Петровича, министра, губернаторов и до мэров городов. Мы считаем, что такая вот боевая подготовка выпустит хороших, уже готовых управленцев. Ну и самое главное – это отбор, испытания и обучение, построенные не только вокруг знаний, но вокруг ценностей, вокруг подготовки их духа и психологии. На этом форуме мы запускаем программу. Обучение начинается в январе 2022 года. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам большое за поддержку в работе по развитию Дальнего Востока и Арктики. Так, спасибо. Вы же был Владимир Владимирович, я уже доложил вам, что сейчас реализуются на Дальнем Востоке сотни инвестиционных проектов, в том числе они издаются и в эти дни. Мы хотели попросить вас запустить четыре проекта, если можно. Пожалуйста, коллеги, представляйтесь и рассказывайте о проекте. Пожалуйста. Генеральный директор группы компании «Арника», ночь на производственной группе компании «Арника» Людмила Александрова Тимовича. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Юрий Петрович, уважаемый Алексей Олегович, уважаемый Олег Николаевич, уважаемые коллеги. Научно-производственная группа компании «Арника» – это один из лидеров российского рынка по поставкам биологически ценных компонентов как для пищевой, так и для кормовой отрасли Российской Федерации. И сегодня в рамках Восточно-экономического форума мы запускаем свое первое высокотехнологичное производство «Корм-биосинтез» по выпуску кормовых витаминов, защищенных аминокислот. На предприятие мы внедрили как передовые и зарубежные технологии, так и собственные, разработанные с нуля в нашем РНД-центре, который находится в Торнодежинске. Благодаря тем преференциям, которые мы получили в статусе резидента Торн, благодаря мерам поддержки НИОКТР наших проектов, мы смогли получить продукцию, которая уже выходит на мировые рынки, которая востребована в России, в нашем сельском хозяйстве, и которая значительно ниже, чем продукция наших конкурентов из Европы, США, Китая. «Корм-биосинтез» – это инвестиционный проект, который поддерживается как правительством, так и нашим генеральным партнером, акционерным обществом «Росагролизинг». При участии инвестиционных партнеров «Арника» реализует целый большой агробиоэкономический кластер, который будет состоять из 10 таких производств. И это производство полного цикла глубокой переработки и биотехнологической переработки сельскохозяйственных ресурсов Дальневосточного федерального округа. Мы также станем первыми резидентами в рамках Восточно-экономического форума, первыми резидентами проекта «Инновационно-технологический центр «Русский», одними из первых». И того проекта, который реализуется по постановлению правительства и при вашей поддержке. В Инновационно-технологическом центре «Русский» мы создадим новый РНД-центр и пилотные производства в научных направлениях, связанных с созданием морских биопрепаратов. Мы благодарим вас и правительство за поддержку научно-технологического развития нашего региона и возможность создавать такие инновационные производства. Теперь я хочу передать слово президенту нашей группы компании «Арника» генералу Александру Николаевичу, которые находятся непосредственно в предприятии «Вторнодежинская». Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, Юрий Петрович, Алексей Олегович, Олег Николаевич, уважаемые коллеги, мы приветствуем вас в площадке нашего предприятия. Хотим сегодня разделить с вами радость от важного для нас события. Хотим поблагодарить наших коллег из Минвостока и КРДВ за создание инфраструктуры, без которой не было бы возможно реализации нашего проекта. Отдельно хотим поблагодарить Юрия Петровича за постоянную заботу о проектах «Второх» и помощь в трудные моменты их реализации. Мы поздравляем наших коллег, которые сегодня вместе с нами запускают свои проекты и докладываю, что наш проект готов к запуску. Коллеги, пожалуйста, следующее предприятие у нас «Мазда-Солер», будьте добры. Уважаемый Владимир Владимирович, Юрий Петрович, Алексей Олегович, Олег Николаевич, в 2018 году, уважаемый Владимир Владимирович, мы с вами вместе с премьер-министром Японии АБА запускали в первую очередь этого предприятия. За два года прошло много изменений. Мы инвестировали больше 4 миллиардов рублей в новые производства механообработка деталей двигателя «Мазда». На сегодняшний день мы создали около 200 новых технологических мест. На сегодняшний день это производство является практически цифровой фабрикой. Суть в том, что у нас работники, которые работают, они по сути только обслуживают эту линию, потому что там есть система так называемого встроенного качества, которая базируется на современных технологиях, такие как компьютерное зрение, и полный контроль процесса качества в процессе. За эти два года мы 40 тысяч двигателей уже произвели на экспорт, отправили на рынки Японии, Австралии и другие. Мы получили ноль дефектов по качеству, то есть ни одного мотора не было снято по дефектам. То есть качество, которое мы сегодня обладаем, оно подтверждено всеми мировыми стандартами. На сегодняшний день мы уже приняли новую программу развития этого производства. Мы решили с нашими партнерами вдвое увеличить экспорт моторов. И начиная со следующего года мы будем более 30 тысяч в год моторов поставлять на экспортные рынки. На сегодняшний день мы уже занимаем 17% долю в экспорте автопрома российского, а уже со следующего года мы будем занимать более 25% в экспорте автопрома. То есть это, в принципе, не такой уж такой локальный маленький проект. 25% это высокая доля всего экспорта автопрома. Теперь мы очень серьезно решили задуматься, что же нам делать дальше, потому что наши японцы же в шоке с учетом того, что после 25-го года основные рынки переходят на нулевую углеродность, и двигатели внутреннего сгорания уже являются прошлым веком. И на сегодняшний день мы начинаем принимать программу по тому, чтобы запускать на Дальнем Востоке производство электроавтомобилей. Мы считаем, что для Дальнего Востока это хороший шанс, потому что, наверное, мало кто знает, Приморья является лидером по покупке электромобилей уже сейчас. Это такой незаметный факт, но тем не менее, так сказать, приморцы очень любят электротранспорт. Сейчас его активно эксплуатируют, покупая бэушные японские, корейские, китайские автомобили. И мы считаем, что эта технология, она может, собственно говоря, очень сильно, так сказать, развить спрос. И мы считаем, что если мы будем применять так называемые упреждающие технологии в этой концепции, то, в принципе, считаю, что с этого может пойти, так сказать, электродвижение в Российской Федерации, тем более, правительство уже приняло соответствующую программу. Поэтому, если вы одобряете, то мы начинаем новый цикл, новые технологии по производству, соответственно, электромобилей во Владивостоке. Ну и, конечно, так сказать, там подтянутся и батареи, и электромоторы, потому что мы сейчас уже работаем с Росатомом по, так сказать, с учетом того, что они сейчас начали производство тяговых батарей и носителей, а также с другими российскими производителями, которые тоже подтягиваются по этой технологии. В заключение хочу вас поблагодарить, потому что вы долгие годы помогаете нашему проекту, и, конечно, без вашей поддержки бы этого проекта, наверное, уже не было. Большие слова благодарности Бинпромторгу, Ирю Петровичу вам, потому что вы постоянно оказываете на нас правильное давление и правильную поддержку, потому что без этого тоже не бывает движения у предпринимателей. Поэтому большое вам спасибо за то, что, так сказать, вы верите в наш проект. Мы со своей стороны постараемся не подвести и дальше, так сказать, развивать с нашими японскими, и не только с японскими партнерами, а, так сказать, новую веху электродвижения в Российской Федерации. Спасибо. А сейчас хотел бы я слово передать генеральному директору компании «Мазда Солерс» госпоже Фроловой. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, Юрий Петрович, Олег Николаевич, Алексей Олегович. Мы рады вас приветствовать и рады рапортовать. Производственный комплекс и коллектив к запуску новой линии завода готовы. Отлично. Спасибо большое. Пожалуйста, компания «Лотос». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Илья Петрович, Олег Николаевич, Алексей Олегович, учредитель компании «НК «Лотос»» Кожемяка Никита. Создание самого крупного тепличного комплекса на Дальнем Востоке было начато в 2018 году. Тогда компания стала президентом Тор Михайловский. В 2019 году были произведены все работы, связанные с проектированием. Также получено финансирование по программе льготного аккредитования. В 2020 году комбинат был построен и сдан в 2021 году. На сегодняшний день площадь комбинат составляет 12 гектар. Из них 10 гектар – это непосредственно производственные блоки для выращивания томата, огурца и салата. Передовые технологии позволяют организовать полный цикл производства. От посева семян до сбора, упаковки и отправки готовой продукции на прилавки. Этот тепличный комплекс является первым этапом нашей стратегии по продовольственной безопасности Дальнего Востока. Следующий этап – создание такого же комплекса площадью 17 гектар. Общий объем производства составит до 25 тысяч тонн готовой продукции. Это полностью следует задачам нашей компании. А именно – создание крупного предприятия на территории Приморского края, создание новых рабочих мест. Ну и, конечно, самое главное – это обеспечение здоровыми, полезными и экологически чистыми продуктами населения Дальнего Востока. Большое спасибо. Сейчас я хотел бы предоставить слово генеральному директору Муленковой Тамаре Борисовне. Здравствуйте, уважаемые Владимир Владимирович, Юрий Петрович, Алексей Олегович и Олег Николаевич. Возможности технологически нашего комплекса позволяют в течение года выращивать более 8 тысяч тонн овощей защищенного грунта. Уже сегодня на предприятии работают более 236 сотрудников. Все пусконаладочные работы проведены. В августе высажены рассады уже томатов и огурцов. И докладываем, мы сегодня уже готовы к сбору урожая после ввода в эксплуатацию нашего комплекса. Здорово. Спасибо большое. И компания «Русагра», пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, Юрий Петрович, Алексей Олегович, Олег Николаевич. Председатель Совета директоров группы компании «Русагра» Вадим Машкович. Мы осуществляем строительство свиноводческого кластера «Русагра-Приморье» в территорию, опережающую Тор-Михайловский, с участием и поддержкой государства. В рамках реализации проекта резидентам будет построено 13 производственных объектов. Запуск кластера повлияет на существенное снижение стоимости мяса и на полках Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа будет незамороженная свежая продукция. Общий объем инвестиций на сегодняшний день составил 37,5 миллиардов рублей, из которых в рамках подписанного соглашения СТОР 24,5 миллиарда. Будет создано более полутора тысяч рабочих мест. Это высокотехнологическое производство с максимально высокой добавочной стоимостью, ориентированное как на внутренний рынок, так и на экспорт. В первую очередь Юго-Восточной Азии до 250 тысяч тонн комбикорма. Спасибо вам за ту возможность, Владимир Владимирович, которую мы получили. Мы создали современное высокотехнологическое производство. Позвольте передать слово генеральному директору РУСАГРО Приморья Денису Игоревичу Серпицкого для доклада о готовности производства к запуску. Уважаемый Владимир Владимирович, Юрий Петрович, Алексей Олегович, Олег Николаевич, уважаемые коллеги. Сегодня мы запускаем комплекс по производству комбикормов с элеватором. Проектная мощность комплекса до 450 тысяч тонн комбикорма в год. Его элеватор рассчитан на 320 тысяч тонн хранения зерновых. Роботизированная линия отгрузки делает наш завод одним из самых передовых заводов России. Пусконаладка оборудования произведена. Доклады о готовности предприятия к запуску и вводу в эксплуатацию. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас сдать команду на запуск. Я, во-первых, хочу поздравить инвесторов с правильным выбором места приложения своих усилий и капиталов, специалистов, административных работников и административный коллектив всех этих предприятий, которые сейчас докладывали о своей готовности начать работу. Безусловно, рабочих, инженеров, всех, кто вложил свой труд, талант в реализацию этих проектов. Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше тысячи уже возникли. Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия, усилия ваших коллег по развитию Дальнего Востока. Это, безусловно, пойдёт на пользу тому делу, которому вы себя посвятили, развитию Дальнего Востока и всей нашей огромной страны. Вам большое спасибо. Всего вам самого доброго. Начинайте. Спасибо.